Страшная авария по Домскому. В Нововаршавском районе поезд столкнулся со школьным автобусом. Инцидент произошел около двух часов дня на нерегулируемом переезде на автодороге Красный Яр Победа. В микроавтобусе ехали дети. На месте ДТП наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Дмитрий, приветствую. Какую информацию тебе удалось получить к этому моменту? Здравствуй, Александр. Даже спустя шесть часов после происшествия на месте работают эксперты. Уже установлено, что микроавтобус перевозил учащихся средней школы. Водитель не затормозил перед железнодорожным переездом, хотя светофоры и звуковые сигналы здесь работают. Машинист пытался остановить состав, но не успел. Поезд врезался в моторный отсек «Газели» и вот как ситуацию комментируют в полиции. Водитель микроавтобуса, осуществляя организованную перевозку детей в образовательное учреждение, регулярную перевозку, выехал по неустановленной причине на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где допустил столкновение с локомотивом. В результате дорожного транспортного происшествия водители и сопровождающие лицо погибли. Дмитрий, а есть ли какая-нибудь информация относительно виновника этого ДТП? Александр, пока точной информации нет, проверку будут проводить в ГИБДД и Следственном комитете. Уже точно известно, что возбуждено уголовное дело. Ну а как быстро на происшествие отреагировали экстренные службы? Как скоро они оказались на месте происшествия? Скорая помощь, ГИБДД и МЧС были здесь уже спустя 20 минут. В это время родители уже увезли детей. Губернатор Омской области распорядился оказать всю помощь пострадавшим в аварии. В центральной районной больнице Нововаршавского района заверили, что все необходимые медикаменты и средства у них есть. Также отмечу, что все пассажиры микроавтобуса были пристегнуты. Автомобиль прошел техническую проверку и даже имелся тахограф. Что ж, Дмитрий, спасибо за это включение. Будем ждать от тебя новую информацию. Сейчас 8 школьников находятся в районной ЦРБ. Мы связались с заведующей больницей и выяснили, какие травмы получили дети и в каком они состоянии. Это пациенты. Преимущественно с черепно-мозговой травмой, сотрясение головного мозга, различной степени тяжести. Два ребенка со скелетной травмой при имеющейся ЗЧМТ. У одного ребенка перелом костей таза без смещения. У одного ребенка краевой перелом плечевой кости. Состояние всех детей стабильное. Варьирует от удовлетворительного до средней степени тяжести. В состоянии средней степени тяжести находятся двое детей.